Каникулы закончились и Балаковский репортер продолжает проект о вкусах поспорим. Сегодня мы находимся в школе номер 7, посетить которую мы планировали уже после первого выпуска программы. Идемте в столовую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот эти салаты, они для кого предназначены? Они в свободном меню их могут приобрести как учителя, так и дети. А их кто-нибудь приобретает? Вот сейчас мы смотрим, никто не ест. А сейчас у нас такая легкая перемена, а в основном все едят после третьей перемены. Здравствуйте, девочки. Скажите нам, почему вы питаетесь только булочками в столовой? Почему не берете обед полноценный? Потому что обед мне не очень нравится. Мне нравятся только булочки. Мне тоже, мне тоже понравится. Ребята, приятного аппетита. Попрошу тебя. Так, ну, нравится вам еда в столовой? Нравится. А что любишь больше всего? Макароны с сосиской. А почему сейчас не взял макароны с сосиской? Нету. А что бы вы хотели изменить в меню школьном? Да, ничего, все вкусно, все интересное, все полезно. Я дома завтракаю. И то есть кушать тебе не хочется в обедах? Скажите, пожалуйста, а почему вы не обедаете по школьному меню, а питаетесь как бы, ну, купеете? Иногда нету то, что я люблю. А что ты любишь? Иногда они делают макароны, рис. Сейчас этого нет. Остальные не беру. А тебе все нравится, как готовят? Да. А хотела бы что-то изменить в школьном меню? Ну, не знаю. У меня и цены устраивают. Мне устраивает все. Здесь нету кроволновки, да. Негде погреть еду. Ну, то есть, ну, мне легче здесь брать. То есть в основном подают холодную еду, правильно? Ну, ну как, ну, из духовки ее сразу сюда приносят, когда теплая, когда холодная. Так, что? Скажи, пожалуйста, а почему ты не питаешься вот по меню школьной столовой, а берешь еду в буфете? Ну, не знаю. Просто нравится. Ну, мне не нравится есть просто в школе. Но так вкусно тут кормят. А что именно не нравится? Ну, просто много времени для меня тратит. А, то есть это быстрый перекус, он тебе удобно? Ну да, да. Чтобы дойти до класса и поесть, да. Чтобы приготовиться. Хорошо. Спасибо. Сегодня на завтрак. Омлет натуральный с колбасными изделиями, чай с сахаром и булочка. Всего стоимость завтрака 50 рублей. Сегодня на завтрак был омлет натуральный с колбасными изделиями. Вот поясните, что такое колбасные изделия. Колбасные изделия – это у вас колбаса. Ну, какая? Вареная. Вареная колбаса. Ну, вот один из ребят пожаловался на то, что еда холодная на столе, когда вот он приходит на завтрак или на обед. Как вы это можете объяснить? Ну, в данный момент омлет, он подается холодным в данный момент. Ну, а другая еда? Не знаю. Вот у нас все стоит на плите, все всегда греется. Нет, ну, я правильно понимаю, то есть вы приготовили это все, а потом это раскладываете по порциям, вот, и детям на столах уже оно, получается, остывает за тот момент, когда дети приходят. Мы стараемся накрыть прямо к перемене, то есть перемена, они сразу приходят и садятся. Иногда просто, возможно, задерживаются, может, что-то, может, из-за этого стоят. У нас учатся учителя, и у нас сокращенные, не то что сокращенные уроки, а мало уроков, и детей отпускают. То есть они просто не попадают на обед? Нет, не то что, ну да, они попадают на обед. Работаю я с 2002 года, вот, в школьных столовой. В этой столовой работаю четвертый год, завпроизводство. А до этого работали на какой должности? Повар, но потом я отучилась, и... А где учились? По саратовскому технику. Я люблю своих детей вообще. Я училась в этой школе, и в данный момент вот тоже работаю. Мои детки здесь, и я все стараюсь для этого. Ну, сам по себе омлет, в принципе, неплохой, но вкус колбасы, как у самой дешевой колбасы из магазина. Вот такой вкус. Булочка. Ну, я даже не могу это описать. Англа будет без сахара и без соли. Ну, разве что в очень маленьком количестве. Как вот такая традиционная булочка из столовой. А чай очень приторный, слишком сладкий. Мне кажется, стоит, да, поменьше сахара класть. Нет, я бы такой чай пить не стала. Этим сытый я бы не осталась. Как взрослый человек, а как ребенок, ну, наверное, тем более сытый бы не остался. Потому что омлета очень мало. Не в плане порции, в плане... Омлет, он очень легкий, он быстро усваивается, и даже кусочек хлеба. Этого надолго не хватит. Вкус омлета вместе с колбасенами. Ну, получается такая смесь. Не очень приятная, вкусовая в целом. Поэтому, не знаю, я бы это даже доедать не стала. Как и погода, еда в этой школе нас не порадовала. Как пояснила директор школы, это связано с тем, что сегодня отсутствуют некоторые учителя и ученики. Но то, что мы попробовали, восторгу у нас не вызвало. Предполагаем, что это связано с качеством поставляемой продукции на кухню. А мы хотим пригласить к участию в нашей программе родителей. Если вам интересно, как питаются ваши дети, пишите нам. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова